Добрый день! Вы смотрите итоги дня информационного портала Управда.ру. С вами Сергей Прус. Смотрите сегодня в выпуске. Как восстанавливают леса в Ульяновской области. Очистные сооружения в Новоульяновске ждет реконструкция. Гимназистов отправят в лаборатории. Какими способами будут повышать качество ульяновского образования? В микрорайоне Мостовая расширяют и углубляют водоотводные канавы. Из школы сделать лабораторию, а качество образования подтянуть. Напомним, три учебных заведения нашего города вошли в образовательную программу Российской Академии Наук. 20-й лицеи лингвистической и 1-й гимназии в скором времени обзаведутся новыми кадрами и техникой. Вчера в 1-й гимназии прошло совещание при губернаторе. На мероприятие побывал наш корреспондент. Глава региона напомнил руководству учреждения о помощи, которое будет оказано. Также посоветовал поторопиться с оформлением заявок на оборудование. Нам нужно в свое время сформировать заявки на все необходимые оборудования. Для лабораторий и для классов. Времени нет к лиде. Остался год до запуска программы. Все необходимые приборы для биологических и химических лабораторий необходимо закупать уже сейчас. Директор гимназии Алексей Клоков рад грядущему преображению. К слову, гимназистов будут обучать не только в родных стенах. Руководитель уже договорился с ректорами ульяновских вузов. И вузы, конечно же, дают добро использовать их лаборатории при работе с нашими детьми. Знаете, это очень здорово. Это, безусловно, мы здесь видим повышение качества образования. О качестве напомнила Ирина Киселева. Представитель Министерства образования рассказал о точках роста, которые сделают наши школы на порядок умнее. Например, можно говорить о материально-техническом обеспечении образовательных организаций. Нужно говорить о изменении содержания, модернизации содержания образования. Новые подходы предъявляются к педагогу, к учителю, который осуществляет образовательный процесс. Мы понимаем, что время диктует нам определенные уже вызовы. Работа над подачей материала, современные методики преподавания и техоснащения – все это необходимо для того, чтобы наши школы были конкурентоспособными. Не только на российском уровне, но и даже на международном. Виктория Черкова, Александр Кудряшов. Новости Управда ТВ. Прошедшие в последние дни ливни вновь обострили проблемы микрорайона Мостовая. Пропуск дождевых вод оставляет желать лучшего. В настоящее время очищаются канавы и водопропускные трубы. Работа выполнена примерно на 60%. По оценке специалистов, на их окончательное выполнение потребуется не менее недели. Для ускорения процесса применяется как тяжелая техника, так и ручной труд. В ближайшее время будут разработаны варианты инженерных решений, реализация которых позволит осуществлять более эффективный пропуск дождевых и талых вод через территорию мостовой. Оздоровление Волги. Так называется федеральная программа, входящая в состав национального проекта «Экология». Всего на реализацию программы в Ульяновской области будет выделено 5,5 миллиардов рублей из федерального бюджета. Будут реконструированы действующие и построены новые очистные сооружения в Ульяновске, Димитровграде и Ново-Ульяновске. Подробности у Егора Титова. В Наульянске к реконструкции, или правильнее сказать строительству, станции планируют приступить уже в сентябре. Дата строительства и возведения данных сооружений с 1968 года. В 1975 году прошла реконструкция частично, и больше этого у нас ни капитальных ремонтов, ни реконструкции никаких не производилось. То есть в свое время здесь была и станция биологической очистки, станция механической очистки. То есть на данный момент это все уже ничего не работает, пришло в негодность. Система очистных сооружений в городе разделена на две части. Нижние сооружения собирают нечистоты с населения, а стоки с промышленных предприятий поступают на верхние очистные сооружения. Работает как бы первичное приемное устройство, и производится механическая очистка с трех предприятий в настоящее время. Это Глобус, это Технониколь завод и почтовый ящик поселения, ну колонии поселения у нас здесь есть. Механическая очистка заключается в том, что поступившие отходы просто отстаиваются в бассейнах. Отстоявшаяся вода сбрасывается в Волгу. Естественно, такой очистки не хватает. И на экологии это отражается не самым лучшим образом. За полтора года планируется построить новую лабораторию, где вода будет проходить все этапы очистки, а уж потом только отправляться в Волгу. Старое же обветшалое здание ждет снос. Егор Титов, Александр Кудряшов, Новости Управды ТВ. Последние дни июня проходят в регионе под эгидой национального проекта «Экология». В частности, акцент сделан на сохранении лесной зоны. О том, как это делают в регионе, на примере Майнского района, расскажет наш корреспондент Рината Алиулова. Поставленная задача дойти до целевых показателей оказалась не просто достигнутой. План перевыполнили. Речь идет о восстановлении лесов в Ульяновской области. Сегодня общий объем лесовосстановления в регионе составляет 108%. Это один из лучших показателей в Приворском федеральном округе. На втором месте соседний Татарстан. Все вы знаете, что доведен целевой показатель обеспечить к 2024 году общую площадь лесов по воспроизводству по отношению к площади вырубленных и погибших на уровне 1 к 1, то есть 100%. Так, за последнее время в регионе нового леса высажено 1655 гектаров, причем 97% от общей площади создано арендаторами лесных участков. На этих кадрах сосновый лес Майинского района. Передовик в лесовосстановлении. Мы с вами находимся в квартале 14, выдел 33. В январе-феврале месяце здесь стоял спелый лес. Его срезали, вывезли, очистили от порубочных остатков лесосеку. И в апреле месяце, после схода снежного покрова, приехал трактор с плугом, вспахал вот эти борозды. А дальше высадились сеянцы сосны, которые начали растить в питомнике два года назад. Столько времени дереву необходимо, чтобы созреть и переселиться в лесосеку. А это уже новый питомник Майинского района в селе Белое озеро. Здесь посеяны 0,3 гектара сосны обыкновенной. Подготовка началась еще в ноябре. Тогда лесники набрали сосновых шишек, просушили их, а в апреле семена посеяли в питомнике. К 2021 году из этих маленьких сеянцев должны вырасти 400 тысяч 15-сантиметровых сосен. У нас производится уход, ручной уход, механизированный уход. Боремся с болезнями, потому что поражаются грибами. Шута зимняя, вокруг растет сосна, на которых эти грибы находятся. Эти грибы прилетают сюда, заражают их растения, а мы опрыскиваем. Дальше для деревьев начинается взрослая жизнь в лесу. Эти сосны были высажены 5 лет назад, поэтому осенью уже этот участок можно будет признать лесом, так как деревья достигнут своего стандартного размера в 120 сантиметров. Сохранение и восстановление лесов в России – одна из составляющих программ национального проекта «Экология». Кроме того, в рамках реализации проекта выполняются другие лесоустановительные мероприятия, такие как уход за лесными культурами, дополнение лесных культур, а также рубки ухода в молодняках. Еще одна главная задача – убереть леса от пожаров. В Ильяновской области уже зафиксировано 60 возгораний, то есть огонь затронул 220 гектаров леса. Из них два пожара было на территории Майнского лесничества. Если сравнивая обстановку, анализируя обстановку с прошлым годом, могу сказать, что количество пожаров значительно убавилось на территории Майнского лесничества. А с чем связано? Связано с налаженной работой лесопожарного центра, лесничества Майнского, арендаторов лесных участков. За спокойную природную обстановку неарендованных участков лесов в районе отвечает пожарно-химическая станция первого типа Майна, которая в новом формате заработала в 2015 году. Команда у нас состоит из пяти человек. Один водитель, один тракторист, два бойца и начальник ПХИС. Основные виды работы наши – это созданы для тушения лесных пожаров и выполнения сопутствующих работ. Грузимся, выезжаем на место, проводим разведку. То есть справимся мы своими силами малым лесопатрульным комплексом или нет. Если мы не справляемся, то вызываем МЧС на помощь, либо возвращаемся, берем еще один лесопатрульный комплекс. В августе станцию ждет обновление противопожарной техники. Устаревший ГАЗ-66 1986 года выпуска заменит новые машины для подвоза воды. Впервые купит пожарный грунтомет. До конца года на покупку техники по программе сохранения лесов из госказны в регион поступит 20 миллионов рублей. Ринат Алиулова, Юрий Ломатов. Новости Управда ТВ из Маинского района. Молодым ульяновским родителям выплатят дополнительные социальные пособия на первенца. Новая выплата в дополнение к федеральной мере поддержки будет введена с 1 января следующего года по инициативе губернатора Ульяновской области Сергея Морозова. 3000 рублей смогут получать жительницы региона не старше 25 лет, родившие первенца. Новое пособие на ребенка будет выплачиваться до достижения ими трех лет. Выплату смогут получать женщины, размер среднедушевого дохода членов семьи которых не превышает 15 550 рублей. Для выполнения социальных обязательств из областного бюджета ежегодно будет выделяться порядка 54 миллионов рублей. Предоставление выплаты будет осуществляться для детей, которые родились в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года. История симбирского предпринимательства – это уникальный проект, рассказывающий о жизни и деятельности купечества нашего родного края. В его рамках на здании бывшей соборной мечети увыковечили имена купцов-окчуриных, построивших много школ и мечетей по всей России. За событием наблюдал Павел Плавов. Развитие экономики и бизнеса – это не только выдача льготных кредитов и прочая стимуляция предпринимательской деятельности. Это еще и сохранение памяти о тех людях и об их деяниях, которые взяли на себя нелегкий труд быть предпринимателем. Развитие городов и стран всегда было связано с развитием предпринимательства. Благодаря купцам возникали и развивались города. К сожалению, сейчас их роль оказалась забытой. Вернуть незаслуженно забытым былую славу призван региональный проект «История симбирского предпринимательства», который действует в рамках федерального «Малый и средний бизнес» и «Индивидуальная предпринимательская инициатива». Президентам обозначена задача, которая состоит в том, что мы должны вовлечь в предпринимательство как можно больше людей из различных социальных категорий. И вот через такие инструменты, как популяризация предпринимательства, как возможность показать, что делами делают эти люди, делали в веках. Как раз этот проект «История симбирского предпринимательства» он про это. Мемориальную табличку купцам Акчуриным на Федерации 33 открыли не случайно. Нацпроект, региональный проект и всемирный праздник «День малых предприятий» слились воедино. «Мы далеко не случайно проводим наше мероприятие именно сегодня. 27 июня во всем мире отмечается День микро, малых и средних предприятий. И я от имени государственной власти нашего региона, от лица жителей Ульяновской области, а также от себя лично поздравляю вас всех с этим праздником». Жизненный путь купцов Акчуриных, по мнению организаторов, должен стать примером и напоминанием. Напоминанием обществу, что для него делали и делают предприниматели. «В то время, на рубеже 19-20 веков, благотворительность, в принципе, татарская в частности, заключалась в том, чтобы поддерживать образование и духовность. Они очень много помогали строить мечети в самых разных уголках нашей страны. Это и Московская мечеть, в первую очередь Санкт-Петербургская мечеть. Это они вносили деньги и в Нижегородскую мечеть, и в Киевскую мечеть». Список можно продолжать и продолжать. В родовом гнезде Акчуриных, в селе Старотимошкино, было построено семь мечетей. В Симбирске им была построена соборная мечеть, на ее стенах и установлена мемориальная табличка купцам. Павел Половов, Руслан Баталов, Новости Уллправды ТВ. Согласно прогнозу синоптиков, в выходные в регионе сохранится прохладная погода. Завтра в Ульяновске столбик термометра удержится на отметке 20 градусов по Цельсию. Ожидается облачная погода, ветер юго-западный, 7 метров в секунду. Осадки не предвидятся. Магнитное поле спокойное, ультрафиолетовый индекс средний. Это все новости на сегодня. Смотрите нас на информационном портале управда.ру по будням 18.50. Хороших вам выходных! Субтитры создавал DimaTorzok